Давно хотел записать такое видео, но уже назрело. Еще параллельно делаю трансляцию в Facebook аналогично. Что мне это интересно, почему такая популярность вайбера, я не знаю. Еще тем более все время такие скандалы, выскакивают сообщения, что вайбер очень легко прослушивается спецслужбами. Тот же Telegram, например, запрещают во многих странах. Тогда как вайбер и ватсап работают без проблем везде. Вайбер плохо работает в Арабских Эмиратах, но ватсап везде работает, а Telegram запрещен во многих странах. Так вот, для вайбера нужно ставить дополнительное программное обеспечение, загрузить вайбер-десктоп. Ватсап точно так же, на компьютер и дополнительное программное обеспечение нужно ставить. Вот Telegram, не нужно ничего, это браузер. У меня сейчас просто верхушки не видно, но это браузер, для которого ничего не нужно. Вы залогинились, подцепили свой номер с помощью SMS, даже не обязательно его устанавливать на свой смартфон. Так как вайбер, вот сейчас, два года назад я пользовался без проблем, а вот сейчас, для того, чтобы вайбер запустить на компьютере, оно должно, это программное обеспечение обязательно быть установлено и на смартфоне. И только потом вы получите SMS-код и так далее, и оно будет работать у вас. Два года назад без проблем работало на компьютере, но это и дало дополнительно, то, чтобы установилась программа, еще дополнительно 10 гигабайт она забирала. Непонятно зачем, но я его тогда удалил, сразу же, поскольку у меня был SSD-диск, маленький, где чисто под Windows и программы, ну и для того, чтобы старый комп нормально работал. Мессенджер, Facebook Messenger, вы просто залогинились от Facebook и все, ничего больше не нужно, дополнительные вкладки, картинки, есть тут очень удобно, меню с картинками работать, их тут сотнями можно пересматривать. Видео до 20 мегабайт и звуковые сообщения, видеосвязь работает чуть выше, здесь сейчас не видно. Много здесь народу, ну просто не хочу полить контакты, открывать другие. Здесь есть еще и группы, группы и боты, очень удобно. Блин, но здесь я ничего не вижу, потому что нужно ставить нечто на свой комп, что оно делает, непонятно мне. Я понимаю людей, которые говорят, мои целевые клиенты, они находятся в Viber, поэтому я себе ставлю Viber для того, чтобы с ними быть на контакте, для того, чтобы с ними общаться, все. Это вопрос как раз не к вам, вопрос к вашим людям, почему они выбрали Viber. Блин, да что вы первый раз видите. Мессенджер, аськами не пользовались, даже видеосвязь была там с помощью модуля, еще на аське, там много-много лет назад. Не знаю, в WhatsApp говорят популярен, но, блин, такие ограничения. Как эти тогда работают, чуваки, объясните мне. Вот эти работают. Да даже в ВКонтакте, ты загрузил ВКонтакте, все, тебе ничего не нужно ставить, он у тебя нормально будет работать на компьютере, ты будешь видеть все свои сообщения. Еще даже говорят, что там часика работает, как часики. Не, я не понимаю. Никак не могу упорно понять, зачем мне ставить дополнительные программы. Мало того, что на компьютер, так они еще должны, вот как в случае с Viber, они на телефон установлены. Я даже не удивлюсь, если на WhatsApp точно так же. Ты сначала ставишь на Android и iPhone, а потом только тебе разрешат им пользоваться на компьютере, наверное. На Viber, по крайней мере, такие есть. Ну, в чем преимущество? Без интернета ведь все равно не будет работать, есть у тебя программа, нет. А все-таки, согласитесь, есть у тебя таких мессенджеров, будет десяток запущено. Это совсем не то же самое, что 10 вкладок. Ну, чисто для компьютера. Все, побомбил. Может, кто что в комментарии напишет. Я буду рад почитать, а действительно, пообщаться на эту тему более подробно. Всё.